С годами игры становятся всё масштабнее. Размеры карт давно миновали отметку в тысячу квадратных километров, а на прохождение громадных сюжетов вы тратите десятки, если не сотни часов. Высокобюджетные проекты пытаются переплюнуть друг друга, меряясь открытыми мирами, временем прохождения, количеством квестов и проработанным сеттингом. А мы, игроки, с радостью ведёмся на это, ведь мы любим игры, переполненные контентом. Однако, разрабатывая большие игры студии, частенько пытаются жульничать и облегчить себе задачу. Всем привет! С вами канал iGEM, рубрика FAQ для геймеров. И сегодня мы поговорим о том, как разработчики растягивают игры. Некоторые франшизы сейчас идут на увеличение. Этому есть как чисто экономические причины, так и множество прочих, в том числе мода. Ну а как ещё объяснить внезапную переквалификацию серии Assassin's Creed в экшен-РПГ? Кстати, скажем сразу, чтобы не вводить вас в заблуждение. Мы любим длинные игры, но это не мешает нам замечать разнообразные хитрости, честные или нет, на которые идут разработчики, чтобы прибавить к прохождению пару дополнительных часов. Наверное, самый распространённый способ растягивания геймплея – это миллионы второстепенных квестов, в половине из которых вы выполняете роль почтальона, а в другой половине – роль вооружённого почтальона. Хорошо, мы преувеличиваем, сейчас обилие почтовых квестов фактически считается дурным тоном, и это очень хорошо. Да и вообще, зачем этот пункт, когда второстепенные квесты можно просто не проходить. Да, как бы не так. Разработчики всё больше принуждают игроков зачищать вкладку квестов подчистую. Чуть ли не любой квест может аукнуться вам нелояльным спутником, нехваткой денег или упущением какой-то детали сюжета. К тому же второстепенные квесты временами бывают действительно интересные или смешные. И это не хочется пропускать. Вы заплатили за игру свои кровные, а значит должны получить от неё всё. Когда множество квестов присыпают рекомендуемым уровнем для выполнения каждого, игра затягивается надолго. Завидев на пятом уровне квест для восемнадцатого, вы обойдёте его стороной и будете вынуждены вернуться сюда позже. А если до нужного левела осталось совсем чуть-чуть, то судорожно набирая опыт, вы уничтожите всю живность в округе и обдерёте каждый кустик. Или ещё круче – пропустите нужный уровень и будете выполнять этот квест, рассчитанный на обычного проходимца, являясь по игровым меркам чуть ли не божеством. Конечно, прохождение это только ускорит, но вряд ли добавит удовольствия. Места на карте, в которые можно попасть только приобретя какой-нибудь навык взлома на более высоком уровне или получив убер-крутую отмычку от персонажа во второй половине сюжета, тоже, мягко говоря, заставляют терять время. А ещё раздражают. Пробегать половину карты во второй раз для того, чтобы получить сюжетную записку или ещё какую безделицу – дело увлекательное, но не для всех. Болезнь зачистки карты хоть раз испытывал на себе каждый. Вы только вспомните – перед вами огромный мир, полный знаков вопросов. И за каждым из них наверняка какая-то захватывающая история, отличный лут или очередное гнездо чудовищ. На самом деле, точки интереса – это очень удобно и помогает ориентироваться в мире и понимать, где можно развлечься, помимо основного сюжета. Но их чрезмерное количество, как, например, на Аскелеге, отпугивает и утомляет на втором же сундуке с рваными портками. Во множестве игр нам предлагают собирать какие-либо коллекции. Бутылки, брелки, фигурки, монетки – всё что угодно. Разбросанные по миру в самых укромных уголках карты части коллекции вынудят вас выдумывать, как взобраться вон на ту гору и обойти свирепого хищника. Всё это, соответственно, сквозь азартное превознемогание. Платина сама себя не набьёт. Любовь Ubisoft к вышкам в своих играх почти так же бесконечна, как любовь игроков пошутить над ними. И не то чтобы мы имеем что-то против фирменных пафосных падений в воду или сено, но это механика, которая повторяется сотни раз, и каждый из них занимает порядком времени. То же самое можно сказать не только про вышки. Слишком частое использование любой механики быстро наскучивает и идёт не на пользу игре. Одинаковые решения головоломок, одинаковые сюжетные твисты и одно и то же решение всех проблем экономят время у разработчиков, но тратят наши зазря. В длинных играх ещё на полпути у вас может появиться чувство, что всё скоро закончится. А потом из ближайших кустов торжественно вылезает какой-нибудь рояль, подкидывает вам нового злодея, новую территорию, новые проблемы и новую главу игры. И делать нечего, приходится разбираться, кто прав, а кто виноват. Заново. Не бросать же героя прямо здесь. Это довольно спорный подход к построению игровых сюжетов, который выдаёт либо гениальность нарративных дизайнеров, либо их беспомощность. Ну или, как вариант, то, что начальству студии показалось, что игре стоит быть на 20 часов длиннее. Как мы упоминали в самом начале, размеры игровых миров растут как на дрожжах. Передвигаться по огромному открытому миру на своих двоих захочет не каждый. Так что нам вручают какое-нибудь транспортное средство и отправляют в долгое и временами не очень увлекательное путешествие по бескрайним степям, морям и пустыням. Возможность быстрого перемещения каким-то образом ограничивают, и мы медленно, долго и утомительно плетёмся до следующего квеста. Вот бы портануть в такие игры Макко, долгие путешествия сразу бы заиграли новыми красками. Весь мир ни дня не сможет продержаться и развалится на части без руководящей длани главного героя. Все аванпосты обратятся в пыль, а враги займут поселение. Поэтому нужен главный герой. Он будет единственным полезным участником обороны, и в целом будет понятно, почему NPC не могли справиться без него. Оборона или зачистка – это вещь увлекательная на первый, второй и, может быть, третий раз. Но как только начинается четвёртый, хочется взять всё тот же Макко и уехать на другой конец карты. Утомительный и однообразный сбор ресурсов, методичное вырезание одних и тех же мобов, одинаковые действия раз за разом. Но что поделаешь, когда, чтобы улучшить то, что ты ещё не улучшал на этой неделе, нужна тысяча камней. И тысяча, а не два. Совсем не потому, что разработчики растягивают игру. Совсем нет. Правда, проблема гринда почти всегда решается с помощью доната. Но мы вам этого не говорили. Ещё один верный способ удлинить прохождение и удержать игрока подольше – выпустить DLC. А если дополнение будет не просто, скажем, добавлять новые квесты и территорию, а ещё и окажется важнейшим куском сюжета оригинальной игры, получится двойной профит. Рецепт прост – отщипываешь эпилог игры и выпускаешь его отдельно, и никуда игроки от этого не денутся. Это мы про тебя, чужака из Dragon Age Inquisition. Кстати, далеко не отходя от BioWare. Их способ растягивания игры – реиграбельность. После прохождения всегда хочется попробовать поиграть за другого героя, выбрать другой роман и прийти к другой концовке. Итак, 100-часовая Dragon Age может вылиться в 1000 часов просто потому, что вы хотели почувствовать себя в шкуре эльфийского охотника или гномского дворянина. А, например, Нир Аутомата пошла в этом смысле ещё дальше. Чтобы получить истинную концовку, которая ответит на все ваши вопросы, игру нужно пройти трижды. Испытание не для слабонервных. Второе прохождение не очень сильно отличается от первого, и пробегать ещё раз 30 часов довольно сложно. Но в конце вам воздастся. Вдохнуть новую жизнь в игру и спровоцировать игроков наматывать в ней десятки часов заново помогут ремастеры и переиздания. Кто не любит поностальгировать? А делать это с улучшенной графикой, обновлёнными механиками и без особых телодвижений со стороны студии помогут новые версии старых и любимых игр. И это неплохо. В общем-то, даже хорошо. Как и большинство пунктов выше. Потому что, как бы мы ни зубоскалили, длинные игры это по-настоящему круто. Это огромный опыт, незабываемые приключения и герои, которые становятся почти родными. Поделитесь с нами в комментариях, какими ещё способами разработчики любят растягивать игры. Не забывайте ставить лайк, задавать свои вопросы и подписываться на канал, а также жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики от iGEM. Скоро услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok